разговорный санскрит как преодоление барьера. Да, я с вами согласна. Особенно знаете, какого психологического барьера? Барьера именно вот этого ощущения, что санскрит живет в прошлом. Потому что вся наша классическая литература, это всю литературу прошлого века. Прошлых тысячелетий. Прошлого тысячелетия. То есть это все доколониально, это не наши реалии. И поэтому, если санскрит, он живет только в пьесах Каледасы, Бхасы и Махабхарати, мы не можем описывать наши современные реалии, то, насколько я понимаю, особенно в Индии, как это воспринималось, особенно в этой среде санскрита Бхарати, воспринималось, как некая слабость языка или некая слабость их, как носителей, что они не могут делать этот язык актуальным сегодня. И поэтому это становилось предметом гордости, что ты можешь описать весь свой день. Вот как ты встал, пошел в школу, съездил на велосипеде, посмотрел кино, я не знаю, описал начинку варежников, и что ты смог это все сделать на санскрите. Это стало предметом гордости, что, во-первых, санскрит, как язык, бесконечно может адаптироваться, и что они, как носители языка, могут применять его к самым разным ситуациям. Потому что мне, чтобы заговорить,